Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ 10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тихеном. 10 место. Это так громко. Тихену жизненно необходимо прикасаться к Чангуку, ведь это его язык любви. Девятое место. Напомню вам, что Чангук умеет красить губы Тихена и не только красить. Восьмое место. Совпадение или нет? Они одно и то же. Но они бойфренды, поэтому перенимают привычки друг друга. После того, как Чангук отметил и прокомментировал все после молчания, можно собственно ничего не говорить, просто посмотреть на эти фото, где Чангук и Тихен нам рассказывают, кто у кого в приоритете. Седьмое место. Мне столько всяких мыслей пришло в голову, глядя на то, как Чангук залип на руки Тихена. Смотрите в общем и сами думайте себе. Шестое место. Поведение пары. Небольшая зарисовка о том, кто всегда на страже расстегнутых куговиц Тихена. Вы замечал, что давно женатые пары выглядят именно так? Пятое место. Вы понимаете, что они всегда должны быть вместе, только тогда они счастливы? Четвертое место. Забота. Этот момент, когда Тихен не расслышал, о чем говорили участники, и Чангук ответил, что все объяснит ему позже. Все беседовали между собой, и было очень шумно, но Чангук услышал голос Тихена и ответил на его вопрос, и так застеснялся в конце от своей же реакции. Этот бойфренд – вайп. Третье место. Новости Чангука и Тихена. Завтрак Тихена. Рис, суп из говядины с водорослями, тушеные куриные ребрышки, редис, кимчи из зеленого лука, витаминные напитки. Обед Чангука. Рис, грибной суп-пюре, стейк с сыром внутри, кимчи из пекинской капусты, салат с манго, куриный буррито, кофейный напиток. Ужин Тихена. Рис с карри, картофельным, яичный суп, свиная котлета в панировке, палочки токуан, традиционная японская закуска, которая готовится из японской редьки дайкон, кимчи из капусты. Ужин Чангука. Рис, суп из говядины и ростков фасоли, мясная котлета с сыром, салат из сладкого картофеля, кимчи из капусты, фруктовый пудинг. Амплифайд подкаст с Ким Йенде О'Фрэнс. Ким Йенде говорит, сам голос Тихена очень уникален. Итак, как мы говорили в прошлый раз, когда говорили о slow dancing с альбомом Тихена, голос Тихена имеет цвет голоса, который мы обычно не слышим среди айдолов кей-поп, особенно среди айдолов мужчин. Когда мы были молоды, западная поп-музыка и корейская поп-музыка были совершенно разными мирами, поэтому слова «мы сделали песню с поп-звучанием» сами по себе были комплиментом. Прежде чем обсуждать качество песни, был момент, когда хвалили, что звук сам по себе хороший, как поп. Но эта песня не получилась поп-музыкой. Это идеальный поп. Это тот тип поп-музыки, о котором мы всегда говорили. Почему поп-музыка нашей страны не может создавать простую, сложную поп-музыку с такой структурой, таким звуком и таким вокалом? По крайней мере, Ченгук и Тихен – артисты, которые в настоящее время лидируют на поп-сцене во всех технических аспектах. Оба находятся на этом уровне. Он все еще работает над этим, хотя и является рядовым. Когда Гарри Стайлс стал трендом, я подумал, что хорошо, что он вернул синти-поп и вернул чувствительность того времени. Но я также подумал, как он мог синхронизировать это с чувствительностью подростков. Вот что я думаю, когда слушаю музыку Тихена. Это другое, потому что Ченгук имеет тенденцию создавать масштабную музыку. Но Тихен продолжает напоминать мне Гарри Стайлса в расцвете сил. Это обычный соул R&B до того, как голубоглазый соул стал трендом. Итак, если вы помните музыку того времени, то есть только одно отличие от них. Это голос Тихена. Этот азиат – голос Ким Тихена. Если бы я вдруг начал слушать песню Тихена, предполагая, что я принадлежу к нашему предыдущему поколению, мне бы захотелось послушать «Тексис Холт» и им Бейонсе. Это идеальная песня в стиле кантри, но она настолько похожа на Бейонсе, что кажется другой, поэтому она ошеломляет своей завершенностью. Тихен уже суперзвезда, поскольку он уже получил широкое признание за свою харизму, характер и собственный цвет на зарубежном рынке. Тихен и его 50 оттенков коричневого. Он такой олд соул джентльмен. Ченгук был выбран 587-й феей благотворительности Чуэйдол в честь 9700 дней с момента рождения. 420 долларов, 38 696 рублей будут пожертвованы от его имени благотворительному фонду Мирал, который помогает людям с умственными и физическими проблемами. Надеюсь, мы скоро получим документалку и Тихена. Ожидается, что Фрэнс Тихена дебютирует в пятерке лучших в завтрашнем чарте Билбуд Глобал 200, заработав почти 90 тысяч чистых продаж по всему миру за первую неделю. Песня «Севен Ченгука» выиграла премию Big Seven Award 2024 песни года. Ченгук из BTS получил награду песни года на церемонии Big Seven Awards 2024. Big Seven News – журнал, освещающий музыку, телевидение, сериалы и латиноамериканскую культуру, объявил победителей премии Big Seven Awards 2024 года, которая пройдет онлайн. Ченгук получил награду песни года на этой церемонии награждения за свой сольный сингл «Seven». Тот самый день, когда почему-то планы в последний момент изменились. Даже диспатч офигел и долго объяснялся, мол, Ченгук и Тихен должны были прийти вместе. Маленький фанбой Ченгука. Маленький фанбой Ченгук. Сегодня в Корее отмечался Национальный день щенков. По случаю праздника «Центр», где сейчас находится БАМ, поделился фоточкой. Мисс Корея 2023 года Ченгюри в одном из интервью назвала Ченгука своим идеальным типом. «Вопрос, какой у тебя идеальный тип?» Ченгюри ответил «Кто-то понимающий, внимательный и искренний». Если бы мне пришлось выбирать свой идеальный тип из знаменитостей, это был бы Ченгук из BTS. Джиун Испи один «Хармони» исполнил «Yes or No» на фан-сайне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Медиа пишут. Новая песня Техёна дебютировала на первом месте в новозеландском чарте «Ход 40» и стала популярной во всем мире. Техён побил свой собственный рекорд в Ария аккредитованным музыкальным чартом, выпущенным Австралийской ассоциацией звукозаписывающих компаний. Он дебютировал на 17 месте в чарте новых синглов и на 49 месте в чарте топ-синглов. «Free and Es» похвасталась своей мощной музыкальной силой, дебютировав на 13 месте в официальном чарте синглов Британии. Первое место в чарте загрузок. Второе место в чарте трендов. А в частности, доминирование «Friends» в мировых чартах является значительным, поскольку оно было достигнуто только с помощью цифровых синглов без физических компакт-дисков. «Вим», который присоединился к армии в декабре прошлого года и служит в армии, популяризируется, покоряя мировые музыкальные чарты, включая 98 стран в iTunes, без какой-либо рекламной деятельности, кроме выпуска музыки. А вы обратили внимание на эти фотки? Техёна и Чангука не раз пытались хьетить за курение, однако Техён продолжает делать то, что ему нравится. Бро, поделись по-братски этими фотками в высоком разрешении. Вот ещё красота из понравившихся Чангуку видео. Субтитры сделал DimaTorzok Альбом Чангука «Голден» стал первым и единственным альбомом кей-поп-солиста, который превысил 3 миллиарда прослушиваний на Spotify. Он также является самым быстрым студийным альбомом азиатского исполнителя, который достиг этого рубежа. «Голден» установил новый рекорд, став первым альбомом азиатского исполнителя, который превзошёл 60 миллионов прослушиваний за 20 недель на самой влиятельной музыкальной платформе на Spotify. Просто лучший! Гордимся! «Лав Ни Иген» набрала более 480 миллионов прослушиваний на Spotify. Тэхён из BTS по ошибке отметил фан-аккаунт на Янсоков сториз, и вот что из этого вышло. В стремительно развивающемся мире социальных сетей даже мировые знаменитости не застрахованы от небольших недоразумений. Например, недавно Ким Тэхён, также известный как Тэхён из BTS, попал в неожиданную, но забавную ситуацию. Он случайно отметил в сториз в одной из популярных сетей фан-аккаунт на Янсока на PD вместо него самого. Тэхён опубликовал сториз, отметив видео с реакцией на Янсока на свой клип. Очевидно, он хотел отметить аккаунт его самого, но ошибся и случайно выбрал его фан-аккаунт. Вскоре после того, как фанат, ведущий фан-аккаунт на Янсока, получил уведомление о том, что его отметила мировая суперзвезда, он с нескрываемым восторгом написал «Чего? Что? Что? Привет всем, пожалуйста, слушайте песню «Френдс». Гордость Кореи Тэхён из BTS, Ким Тэхён вернулся. Из безумно хорошей песни. Мои уши исчезли после того, как я послушал эту песню. Они просто растаяли. А когда я увидел клип, у меня исчезли глаза. Они тоже растаяли. Я печатаю при помощи голосового набора. А в другой сториз он написал «Я вижу только тебя». «Мой маленький котеночек». «Я вижу только тебя». «Мой маленький малыш мирового класса». «Я вижу только тебя». «Мой маленький малыш Ким Тэхён». Затем он изменил описание профиля, добавив в него ссылку на музыкальный клип Тэхёна. Нитизины нашли этот инцидент невероятно забавным и оставили следующий комментарий. Это так смешно. Подписи действительно фаната на Янсока. Нам всем нужно слушать фри энд эс. Чангук подписался на ТикТок аккаунт группы Кис Оф Лайф. Лучший антистресс. Ресторан, в который проходила вечеринка Чангука, сделал заявление. Здравствуйте. В последнее время было много слухов из-за видео о вечеринке прослушивания BTS. Прежде всего, как только мы проверили видео, мы попросили владельца удалить его. Тем не менее, некоторые люди использовали видео для распространения злонамеренных слухов о Blackpink и BTS, а также распространили возмутительные истории, которые могут навредить артистам множество агентств. Вечеринка прослушивания Чангука была частной. Поэтому мы несем ответственность за то, чтобы не разглашать какую-либо информацию, когда кто-то спрашивает о прослушивании. В настоящее время мы готовимся принять решительные юридические действия против всех, кто распространял злонамеренные слухи и с этого момента. Если есть какие-либо другие злонамеренные люди, распространяющие слухи, им придется взять на себя ответственность за распространение слухов. Это последнее предупреждение. Я надеюсь, что мы больше никогда не позволим BTS и Blackpink страдать от нелепых слухов о вечеринке. Второе место. Это так интимно. Почему Чангук хочет сожрать Техёна, а ноги подкашиваются у меня? Чангук и Тэйхён не нуждаются стулью. И еще один, зато от ДИК, он не помогает обеспечиваться спиной. Чангук и Тэйхён не нуждаются стулью. Первое место. Один из тех моментов, когда Чангук вдыхает, но выдохнуть уже никак. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.